Это просто тропический дождь. Комфортный автобус с кондиционером, видео, концерты времен Майкла Джексона раннего. Возвращаюсь на Самал. Вот мы на пароме, видимость где-то метров 20-30. Но паром и ходим. Дождь продолжает. Дождь продолжает. Дождь продолжает. Дождь продолжает. Пушующего, холодного, убивающего за 2 минуты океана. Там, конечно, намного круче. Здесь все равно ты понимаешь, даже если что, ты выпадешь в 29-градусную воду. Все равно ощущения какие-то. В теплом, защищенном от дождя месте. Другое. Начался ветер. Задувает даже под крышей. Мы под крышей находимся. Но паром идет, не сбавляя. Видать, знает эту свою дорожку, как пять пальцев. Дождь продолжает. Опытные лоцманы и штурманы. Штурманы. Это, ребята, суббота. Когда многие хотят отдохнуть. Вот появился берег. Едут отдыхать многие. Мы запланировали уикенд. Потому что автобус был полный еще на конечной остановке. То есть на автостанции уже был забит автобус. Это редкость. Да, приближаемся к берегу. Называется уплачено. Люди на уикенде в жуткий ливень купаются. Посмотрите, сколько плещется филиппинцев. Тропический ливень. У этого отеля отдельный пляж, огороженный брунами. Ну, видно, маленько мерзну. Какие-то того, как ежик плакал и пчеловал кактус. Ну, тем не менее, это, конечно, лучше, чем жаркий самцепеп. Вот мы и подошли к Самалу. Слава местным штурманам. Вот такое громадное количество воды выливается в тропиках. Как же тут не быть ему зеленым при температуре 30 градусов. В автобусе реально холодно. Вспоминаются самолеты и аэропорты, в которых тоже нереальный дубай. не переполненный танк собирают дождевую воду. Я тоже так делаю в Крыму. Привет, Самал! Судя по дороге, дождь очень-очень сильный. Практически... Вся проезжая часть затоплена. Ага! Это главный Самайский сити холл. Ну, в принципе, мы едем по реке. В принципе, мы едем по реке.